Здравствуйте. Здравствуйте. Вы по объявлению? Да, я по объявлению. Моя фамилия Крашенинников, Сергей Владимирович. Карташов Виктор Анатольевич. Очень приятно. Садитесь. Спасибо. Виктор Анатольевич, скажите, в какое приблизительное время вы проезжали по Боровскому шоссе в воскресенье, примерно километров в 15 от окружной дороги? 5 июня? 5? Ну, домой я прибыл в 7. Так что на этом отрезке пути я был в 17.30, в 18.00. Здравствуйте. Здравствуйте. Я по объявлению. Посидите, пожалуйста, две минуты. Я вот с человеком закончу. Хорошо, можно и посидеть. А вы не заметили на бочине двух девушек? Они голосовали, просили подвезти их до Москвы. Я заметил. Я заметил. Я видел этих двух девушек. Да? Хорошо. Я вас прошу, подождите еще немножко. Хорошо, хорошо, можно и подождать. А вы не заметили на бочине белые жигули? Их владелец менял колесо. Нет, не видел. Я заметил. Я заметил. Я заметил белые жигули. Я видел их хозяина и шофера грузовой машины, который ему помогал. Да? Ну, ладно, если вы ничего не заметили, тогда извините. Ничего, ничего. Доброго здоровья. До свидания. До свидания. До свидания. Моя фамилия Крышинников Сергей Владимирович. Михаил Яковлевич Робинский. Очень приятно. Садитесь, Михаил. Так вот. Я видел этих двух девушек. Они на обочине стояли жигули, и рядом стояли девушки. Да-да, девушки. Девушки стояли на обочине, а мужчины сидели в машине. Мужчины? Да. Разве там был не один мужчина? Нет. Их было по крайней мере трое. А жигули были белые? Нет. Нет, синие. Темно-синие. Темно-синие. Как у меня. Темно-синие жигули семерка. И, кстати, у нее номер был сто. Как сто? Сто. Но ведь номер машины-то две пары цифры, разделенные чертой. Так? Значит, число слева и число справа. Вот если сложить, получится сто. Это у нас автомобилистов. Счастливая и примета такая. Поэтому я и обратил на эту машину внимание. Ну вот, например, сорок два пятьдесят восемь. А сколько складываем, если будет? Да, сто, сто. Ну вот, номер сто. Да-да-да-да-да. Я могу вспомнить и серию. Машина московская, буква М была. И дальше буквы шли по порядку. Почти что по порядку. Вот по алфавиту. М-Н-О-П. Моп. Моп. П спереди, а мост сзади совершенно точно. Вы это точно помните? Точно помню. У меня прекрасная зрительная память. Михаил Яковлевич, но таких вариантов может быть очень много. Да нет, вариантов не так уж много. А вот сейчас посчитаем. Вы математик? Нет? Нет. А я математик. Я доктор наук. Так вот, представьте себе, что справа ноль-ноль. Так. Что будет слева? Что будет слева? Что будет слева? Ничего. Ну сто будет, да? Но сто не может быть. Правильно, вы правы, ничего не будет. Потому что такой вариант невозможен. Теперь ноль-один. Справа ноль-один. Сколько слева? Сто отнять ноль-один. Девяносто девять. Девяносто девять. Девяносто девять. Девяносто девять ноль-один. Идем дальше. Ноль-два. Так, отстать не маем ноль-два. Девяносто восемь. Девяносто восемь. Девяносто восемь ноль-два. Ну и так далее. А если... Тридцать шесть. Тридцать шесть. Сто отнимаем тридцать шесть. Сколько будет? Сколько? А? Сколько будет? 64. Ну, правильно, правильно. Помните, как в школе. 6 в квадрате и 8 в квадрате будет. 10 в квадрате и 36 и 64, и 100. Теорема Пифагора. Идём дальше. Какой наибольший двузначный номер? 99. 99, значит, самый большой номер. Да, справа 99, а слева сколько? Ну, единица. Единица, 0,1 до 99. Так, значит, сколько вариантов? От 0,1 до 99 всего 99 вариантов. Ну, представляете, тёмные, синие, жигули, семёрка и 99 вариантов номеров. Так это же легко найти. Садитесь, пожалуйста. А вы уверены, что возле девушек остановились именно тёмные, синие, жигули? Да, уверен. Тёмные, синие, жигули, семёрка. У меня такая же машина. Понимаете? Это родная сестра моей машины. Хорошо. А если бы я вам показал фотографии этих девушек, вы могли бы их узнать? Нет. Девушками я уже не интересуюсь. А вот машинами интересуюсь. Хорошо. Значит так. Жигули были. Тёмно-синего цвета. Да. Семёрка. Семёрка. Сумма пар цифр равняется 100. Совершенно точно. Серия ПМО. ПМО. В машине сидели мужчины. Трой мужчин. Трой мужчин. Возле них стояли две девушки. Совершенно точно. А недалеко от жигули были белые жигули и грузовая машина. Белые жигули километрах в трёх от тёмно-синих. И за ними грузовая машина, и шофёр грузовой машины, и хозяин жигулей меняли колесо. Вот я увидел, что помощь оказана и решил не останавливаться. Ну ладно, всё. Спасибо вам большое. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну что ж, желаю успеха. Всего вам наилучшего. Буду рад, если понадоблюсь. Тридцать третья, Анна, я сейчас. Тридцать третья, Анна. Оставляю, срочно позвоните. Тридцать третья, Анна, обещайте. Фух. Тридцать третья, Анна.